Вы знаете, если в твой адрес какие-то сыплят обвинения, выдвигают какие-то версии, конечно, надо реагировать. Может быть, не сразу, может быть, не навалом, может быть, с течением какого-то времени. Всегда надо реагировать адекватно, сообразно тому, как на тебя наступают. Потому что чрезмерное реагирование, ну, редкий случай, когда надо чрезмерно реагировать, чтобы показать свою мощь и силу. Нам это не надо. Поэтому надо всегда вовремя, целенаправленно и адекватно реагировать. Что касается наших восточных братьев, вы не зря это связали с парадом 9 мая. Думаю, что, наверное, это прежде всего связано с этим. Ну, осталось буквально несколько дней, парад пройдет, переживем мы это все. И мне кажется, что и волна эта спадет. У них всегда так бывает. Ну, если там какая-то зависть, неприятие наших мероприятий, ведь они потихоньку уже реагировали на все, не только телеграм-каналы. Вчера уже, насколько я понимаю, уже и ведущий первый канал отреагировал. Протом вранье сплошное. Я вот попросил документы. Вот я просто хочу сказать по поводу вот этой реакции. Это фейк. Фейк от государственного первого канала Российской Федерации. Они о чем там говорили? Мизерное тестирование и так далее. Вот на сегодняшнее утро Российской Федерации на миллион жителей проведено 29,5 тысяч тестов. Беларусь 22 тысячи с половиной тестов. 22 тысячи на миллион Соединенных Штатов Америки. Ну, пусть покритикуют американцев. Вот они кричат, а у нас там 18 тысяч 350 человек, заболевших коронавирусом по стране. Тестируемых у нас на утро было 211 тысяч 369. Это всего 8,7%. У тех же россиян, по их данным, выше 15 было. Какие к нам претензии? Но им эти не нужны цифры. Им надо было от чего-то оттолкнуться и нас обвинить. Значит, преднамеренно начинают влазить наши проблемы. Хотя я просил, вы нас не трогайте. Мы у вас ничего не просим, и вы нас не трогайте. Цыплят по осени считают. Пройдет время, потом мы сядем и посмотрим, кто был прав. Сегодня не тесты, главное. Мы к этому пришли опытным путем. Сегодня в этой всей борьбе, реальной борьбе за человека, за лечение людей, важны пневмонии. Потому что все эти ковиды дают пневмонию. Люди болеют пневмониями. Вот это самое главное. Смотрите. Вот на сегодняшний день у нас всех пневмонийных 12 415. Всех. И ковидных, и не ковидных. Из них только, из 12 тысяч с половиной, тысячу, восемь человек, тяжело больные, классифицируются. Это всего 8%. 8% тяжелых пневмобольных от всего количества. А аппараты искусственной вентиляции легких, это главное для спасения людей. У нас их чисто ИВЛ на сегодняшний день, у нас 2,5 тысячи. Я уже эту цифру называл. У нас только 10-я часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему весь этот шум на этих каналах? У нас сегодня, вот я порадовался первый раз за это время, у нас за сутки, даже меньше суток, освободилось 300 коек. То мы их заполняли, заполняли, люди болели и так далее. Сегодня уже освободилось 300 коек. И министр здравоохранения мне вчера доложил, что они начинают, помните Витебск? Вот Витебск, Витебск. Они начинают возвращать больницы к нормальному режиму. Так к чему этот весь шум? Что-то у них не нравится. А, не тем путем пошли. Они беднее еще живут. И еще парад там задумали проводить, когда в известных странах он отменен. Понимаете теперь, к чему весь этот шум? Поэтому надо спокойно на это реагировать. Все большое видится на расстоянии. Пройдем этот период. Сядем и сделаем соответствующие выводы. Пройдем. Продолжение следует.